Поклоняются в разных-разных формах. То есть всё, Господь и там, Господь и там, Господь и там, но и в тот же самый момент, значит, Экатвана, значит, Господь везде, понимаете? Вот такой вот принцип как бы. И на самом деле это имеет отношение вроде бы к Кришне, но разница в чем? В том, что тот, кто подчеркивает принцип Экатвы или принцип Придхактвы, то обе эти концепции они не видят, что Кришна, Он проявлен во всем, но Он является Верховным, понимаете? То есть они утверждают, либо Кришна разорван на части, раздроблен, Он находится как сверхдуша в сердце каждого, но Его нет как Верховного. То есть Он в каждом и каждый является Верховным, потому что Кришна в Нём. Либо всё полностью едино и также нет никого старшего, понимаете? То есть обе эти концепции, их ложь, она заключается в том, что нет Верховного, нет Верховной Личности Бога. То есть это важный очень такой момент. Любая раса, она рождается из-за ламбана, из связи. То есть правильная связь должна быть установлена. Нам Махапрабху говорит «Жива Расварупа Хая Кришна Нитядас». То есть человек по сварупе, по своей живой существу, отжива Расварупа. То есть Сварупа Жива Хая Кришна Нитядас, то есть Вечный Слуга Кришны. Это ему сварупа. Это означает, что это по глубокому настроению оно всегда остаётся платформой внутри. И это является базой для того, чтобы потом на этом базировалась раса. Какая бы там уже ни была раса, раса слуги или раса друга, или раса родителей, или раса возлюбленной, эта раса будет базироваться на том, что человек является по своей сварупе Вечным Слугой Кришны. То есть Кришна является всегда Верховным, понимаете. И эти чувства захлёстывают Личность, они покрывают его понимание, но оно на этом базируется. Это основа. Это на данный момент важный момент. Они действуют постоянно параллельно. Вот это переключаются в них предхак и якатва, предхак и якатва. То есть они что-то отделяют на то, что им не нравится. Они говорят, что это едино. И в этот момент они всё время думали, что они являются Богом, и Брама являются Богом. Все являются Богом, то есть одновременно. Они думали, что я являюсь Богом, потому что мы едины. Но в тот же самый момент Брама — Бог, и мы — Бог, и много Богов, понимаете? То есть Он об этом здесь говорит Кришна. Экатвана — единство, притхактвана — различие, бахутга, во множестве, вишватах мукхам, во множестве всяких форм и лиц, понимаете, одновременно. И один Бог, и нас много Богов. То есть всё это одна и та же концепция, и они её здесь проявили. И поэтому они, когда увидели вишну, то они сказали, что вот это да, ты не делим, но ты проявился как Личность. Но они смогли это понять. То есть до этого они думали, что когда Он появляется как Личность, Он принимает материальную форму, понимаете? То есть они об этом всегда говорят в Майваде. А здесь они произнесли, что когда аромат с листьев туласи попал к ним в нос, и дальше они скажут, мы это будем на следующем занятии считать, что аромат листьев туласи особенно могуществен, когда он является предложенным твоим стопам. То есть они это признают, что этот аромат изменил их сознание. Он вошёл, и они почувствовали, и сознание начало меняться, и они сказали, что ты являешь свою форму в гуне чистой благости, то есть ты являешь её в шудха-сатве, поэтому она не материальна, эта форма. И они это подтвердили после того, как их сознание изменилось. То есть они, когда пришли туда, то они считали, что Господь Верховный — это неделимый браман, и материальная форма — это вишна. Но когда они увидели отношение между Господом и Его преданным, отношение Господа к преданным, отношение между преданными, и когда они вдохнули аромат листьев туласи, то они настолько сильно вдохновились, и их сердца поменялись, что они признали своё предпадшее положение, и они сказали, они не возносили себя наверх, мы не можем понять. Они сказали, прими наши поклоны, не мы можем понять. Кто-то другой Господин может понять, но мы не можем понять, поэтому пролей на нас милость, объясни, ну, чего ты хочешь. То есть это очень важная такая лила, как она изменила. И в следующий раз мы рассмотрим то, каким образом читание Махапрабу с помощью этого стиха о листьях туласи поменял сердца 60 тысяч Майвади и персоналистов, как он с помощью этого смог стиха весь город Варанаси вдохновить Шахиринам и Санкиртам, посудить этому свою жизнь. То есть это очень могущественный такой стих. Вот эта лила, она потом, как с бумарами мы дочитаем, она проявится в Гавралидах, вы увидите, как они переплетены. И вы увидите, каким образом Пракашананда Сарасвати он практиковал катвами и притхактами. Мы это рассмотрим, в чем его заключалось это сознание неправильное. И каким образом Кришна в форме Шинчитани Махапрабу превратил его в Махатму, который в предыдущем описывается в 13-14 стихах, что он стал Садатам Киртаян Тума, Пракашананда Сарасвати. То есть, таким образом, эти книги Бхагавадгита, Шинчитани Махапрабаба, Тума Читани Ширитам, они как бы описывают одну игру, они так пересекаются, хотя они растянуты во временном контексте, но это как бы и есть истинное единство, когда Кришна проявлен в своем многообразии, все связано с Ним, Он един, и Он является Верховным. Во всем этом многообразии, он является Верховным и объединяющим все остальные. Предложили 5 лет, у Василькина было им. Отец его отругал, что все непредложено, то он 5 лет дал обед, что он не будет есть манго, и следовал обеду до конца жизни. И так как он не ел манго, то ученики они тоже не ели манго, представьте, никогда. То есть, они проявляли такую верность в Верховном Учителе. И однажды им пожертвовали несколько ящиков нереального, очень вкусного манго, спелого. И они отправились куда-то в путешествие, оно было именно в самом соку. Но оно какое-то время постояло, и они там поехали, оно и взяли с собой, его там раздать. И пока они ехали, там жара была очень сильная, оно начало портиться, это манго. Начали мухи его там есть, оно начало гнить, ну и началось, ну, испортиться, помяток, которые людям не предложишь. Но оно стояло как бы в ящиках. И они ехали, и там в соседнем купе, ехал Бакдисентас Рассвати с учениками, в соседнем купе ехал манист Майавади. И он всю дорогу проповедовал, все едино, все едино, людям, каким-то зевакам, которые сидели там в купе. Ему было это неприятно слушать. Но в какой-то момент сказал, а ну, взял двоих таких верных, крепких брамачари учеников. И он сказал, пойдите, возьмите эти манго и накормите этого хлопца, который проповедует единство. И посмотрим, едино все или нет. И они пришли к нему, и они начали ему предлагать. И он начал отказываться. И Гуру Махараш сказал, надо вдохновить его так, чтобы он не отказался, он должен это все съесть. И они тогда его заставили. Они заставили, поставили этот ящик перед ним. И они говорят, ты проповедовал всю дорогу, теперь ты должен доказать свою философию. И он начал есть эти манго. И они его запихивали один за одним эти гнилые манго. А Мактисентос Росфатин сидел, такой в экстазии, говорил, давай, давай, кушай. Мы хотим посмотреть, как это единый браман. Манго браман, ты браман, браман ходит в браман. Кушай, кушай, и он приговаривал. Давай, давай. Когда ты покушаешь эти манго, больше ты не захочешь проповедовать эту гадкую философию. И они его заставили съесть огромное количество манго. И потом он уже там плевался, этот человек, и мы их сенсоро схватили. Ну, ты усвоил урок. И он сказал этот человек, да, я больше никогда не буду попрямить философию манго. Ты получил милость. Ой, ты себя там просто расслабил. Идти в заведение больше вам не ваше ведомство. Все, ну, позаботимся о том, чтобы тут все было хорошо. Ямбариши Прагон говорит, ребят, давайте выйдем вот за территорию храма, просто при Боге, при алтаре. Ну, нехорошо выяснять, как бы, отношения. И они выходят, и он идет впереди, и за ним 15 человек идет банда. И вот, мне так равно Прагон так описывает, что вот они пока идут, и они говорят, что вдохновение уже чувствует, куда-то уже уходит. Он вроде бы еще ничего им даже не сказал, но вот как-то уже вдохновения, уже вот, как бы, уже и нет. И вот они выходят на улицу, и ямбариши Прагон говорит, ну, давайте, есть здесь вот среди вас кто-то мужчина, чтобы один на один со мной. Тишина, он говорит, ну, вижу, что нет, хорошо, пять человек давайте. Тишина. Он говорит, ладно, все давайте. Опять никто. Он говорит, давайте, ладно, с оружием нападать. И вообще тишина. И выходит главарь ихней банды, и он говорит, ты знаешь, мы уже столько людей убили, уже у нас у всех руки в крови полностью, и, ну, мы не знаем, почему мы тебя боимся. Мы не знаем, что за силой ты обладаешь. Скажи, где ты взял такую силу, что мы не можем ничего тебе сделать. И он нам начал проповедь о том, что есть Духовный Учитель, есть Священное Писание, и они в итоге говорят, что все, вы под нашей защитой, мы полностью, ну, как бы, если вас кто-то тронет, то только позовите нас, мы вас полностью защитим. И вот это то, что они увидели, они увидели качество, они увидели простоту, он Борис и Прабху, что он просто предан Кришне, и что он хочет, чтобы преданное служение продолжалось. И вот они, когда это встречают, они полностью предаются. Там есть много историй об этом. Можете поискать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова